Задержание основателя Телеграм в Париже продолжает обрастать все новыми подробностями. Очередные любопытные детали обнародовал американский Wall Street Journal. По данным издания, в 2017 году спецслужбы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов взломали телефон предпринимателя. Операцию под названием «Пурпурная музыка» спланировали из-за опасений силовиков в связи с тем, что группировка ИГИЛ использует мессенджер для вербовки и планирования терактов. Спустя год, сообщается в статье, президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного обеда предложил Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, отчего тот отказался. Там же Макрон, по данным журналистов, обсуждал с Павлом Дуровым возможность предоставления последнему французского гражданства. И он получил его только уже в 2021. Тогда же он стал и гражданином Эмиратов. Хотя нет никаких признаков, что произошедшее связано с недавним задержанием, резюмируется в материале издания. Эти детали все же проливают свет на отношения основателя платформы с властями Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Отмечу, сегодня истекает срок задержания Дурова в Париже. Оно действует до 23 часов по времени Астаны. И до этого времени ему должны либо предъявить официальное обвинение, либо отпустить на свободу. Задержание, напомню, является частью предварительного расследования, инициированного отделом по борьбе с киберпреступностью в Франции.